Творческая студия «Амкадр» представляет Стас Бобицкий Пиковый туз Часть первая. Душегуб из нескучного сада. Глава первая. В конце июля, довольно прохладного, но все же солнечного, средь бела дня, один почтмейстер вышел из своей конторы в Гагаринском переулке и быстрым шагом направился к Причистенке. Можно даже сказать, побежал. Старался не терять достоинства и степенности, но двигался настолько торопливо, что дважды ронял форменную фуражку. К груди он прижимал конверт с сургучными печатями. Рука закрывала адрес, но приметливый прохожий сумел бы разглядеть надпись красными чернилами, выползающую слева, из-под большого пальца. Лично в собственные. Из ворот особняка Холмогорова неожиданно выехала коляска. Ни скрипы рессоры, ни ржания лошадей или гиканье извозчика о ее появлении не предупредили. Почтмейстер шарахнулся в сторону и в третий раз уронил фуражку, которая покатилась, подскакивая на брусчатке. Поминая Лукавого со всей его рогатой родней, он бросился следом, точно юный гимназист. А ведь не мальчик, на медне стукнуло сорок лет. Усищи вон какие, в половину лица. Да, отращивать начал еще в молодости, когда служил в кавалерийском полку. Впрочем, как приговаривает его квартирная хозяйка, не в усах честь, а не и у мыша есть. Поймал-таки беглянку, нахлобучил на голову плотно, аж козырек на глаза съехал. Из-под фуражки выбивались кудри. Не те разлетающиеся по ветру романтические завитушки, которые иные прекрасные дамы любят накручивать на тонкие пальчики, называя славного юношу Лелем или Адонисом. Нет, это был жесткий каракуль, своенравный и непокорный, подходящий к характеру головы почтовой конторы. Тот был упрям, как баран, и при этом побычьи силен. Наверное, стоило бы прекратить высматривать в его образе черты, присущие обитателям скотного двора, но нельзя обойти вниманием ту удивительную стать породистого рысака, за которую в отставного гусара влюблялись встречные поперечные женщины, дворянки, горничные и прочие модистки. Наличие в его прошлом неприятных страниц, разжалование за дуэль и каторга по убийственной статье не отталкивало, а, напротив, добавляло пикантности и авантюрного шарма. — Убивец в Москве! Подросток со стопкой газет на плече вынырнул из подворотни на другой стороне улицы. — Кровавая драма в нескучном саду! Жестокий хищник не щадит никого! Подробности токмо в свежем выпуске известий! Почтмейстер остановился, хотел подозвать разносчика свистом, но того успел перехватить дородный купчина. — О чем торгуешь? — Две копейки, дядя! Малец пританцовывал от нетерпения. — Ишь, две копейки! Бумага дрянная, на самокрутке и то не сгодится! Краска не просохла, только руки пачкать! — По второму заходу тираж допечатывают, весь город читает, один ты жмотишься! — Ишь, пащенок, ну твоя правда! Две копейки за кровавые подробности не жалко! Возьму, пожалуй! Мальчишка бросил монету в нательную кису и побежал дальше, к бульварам, вереща. — Убивец в Москве! Не щадит никого! Но почтмейстер уже не слушал. Дело столь важное, что и самые захватывающие новости подождут. Он выскочил на причистинку, перешел на шаг, озираясь в поисках нужного дома. Скользнул взглядом по фасадам аптеки и политехнического музея, который обычно игнорировал по причине отменного здоровья, а также отсутствия интереса к науке. Устремился к двухэтажному особняку серого камня. Дом генерала Орлова после смерти хозяина перестроили и сдавали квартиры в наем. Под номером 3 проживал искомый адресат. Вошел без стука. Дверь не заперта. Оформенный мундир и строгие слова «При исполнении» утихомирят всякого, кто позволит себе возмущаться. Но вторжение протеста не вызвало. Щуплую комнату перегораживал письменный стол. Судя по созвездию чернильных пятен на его суконной поверхности, жилец часто хватался за перо в попыхах, писал быстро, стараясь изловить разлетающиеся мысли и поскорее заключить в бумажные листы. Кроме пресс-папье и чернильницы здесь стояла хрустальная ваза с одиноким яблоком. Из-за стола выглядывала резная спинка немецкого полукресла, а в дальний угол втиснулась атаманка, обитая черным жаккардом с золотой нитью. В обстановке сквозили достаток и некоторая спесь, а уюта не чувствовалось. Вошедшему гостю и присесть-то некуда, приходится топтаться в дверях. Хозяин на узком диване лежит словно в гробу. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но, право же, руки на груди сложены, веки прикрыты. — Спишь? Так все и проспишь, — бросил почтмейстер от порога. — Сходил бы хоть прогуляться по Пречистеньке. Благодатная улица, такая красота вокруг! — Красота? Я теперь нигде красоты не вижу. Квартирант неспеша сел, оправил жилет и пригладил темно-русые вихры. Спал он одетым, не сняв щегольские, но уже стоптанные черные туфли. Сюртук же был презрительно брошен на пол. При этом жилец не выглядел неопрятно. Лицо гладко выбрито, одежду давеча чистили. А вот настроение... Нет ни грусть, ни тоска и, тем более, ни черная меланхолия. Скорее, задумчивая отрешенность. — Зря ты, братец! — усач вытирал испарину. — Красота, она везде и когда-нибудь мир спасет. Это мне давеча один знакомый князь втолковывал. — Наверняка молод твой, князь, да безобразие! — огрызнулся собеседник, лениво потягиваясь и зевая. — В юности взор и мысль требуют простора, стремятся наружу. С годами начинаешь больше внутрь, в себя поглубже заглядывать, да в других людей. Тут красоте и конец. — Ай, варешь! Ты и сам далеко не старик. Годами моложе меня будешь. Разве не замечаешь? Да вот хоть домов красивых вокруг. Почтмейстер кивнул в сторону окна с отдернутой занавеской. — Или вот. Он схватил из вазы на столе краснобокое яблоко. — Смотри, какое! Наливное! С тонкой кожицей! Тепло среднерусского солнца впитало! А пахнет! Душа радуется! Опять скажешь, не красота! — Лишь на первый взгляд. Как ты не поймешь. В красивых интерьерах подчас душные и унылые люди живут. Кафторадзе, в том белом особняке, да-да, отсюда колонны видны, жену и дочь голодом уморил. Месяца не прошло, привез к себе актрису-француженку. Красота? Или, возьмем пример, отставной штабс-капитан Еропкин. Открыл картежный притон в доме возле церкви. Без тени стыда. Вот что я вижу вокруг. В любом могу разглядеть скрытый яд. И в яблоке твоем заранее предполагаю мерзкого червя, который красоту уничтожит. Не сегодня так в скорости. А мне может статься вдвойне милей червивая, упрямился почтмейстер. В нем видится борьба и единство противоположностей. Философы, те еще слова блуды, но это точно подметили. Чтобы победить зло, нужно признать, оно есть в каждом из нас. Борьба внутри проходит. Поэтому красота и необходима в противовес уродству. Два полюса, от рай, чтобы было понятно, от чего бежать, к чему стремиться. И яблоко я тотчас же съем, а ежели найду червяка, то просто выплюну. С этими словами откусил чуть не половину и захрустел. Стало быть, для тебя красота нечто непременно доброе и близкое к Богу. Обещание вечного блаженства. Тогда поостерегись яблоки грызть. Именно за такое обычно из райских кущ выгоняют. Ну-ну, не багрови лицом, шучу. Постоялец говорил спокойно, но в его темных глазах сверкнула озорная искорка. Ты ошибаешься. Человек готов бороться и страдать не во имя красоты, а ради покоя. Стабильности люди ищут. Скучный, серый, неказистый, как у меня сейчас. По своей мерке судишь, скривился почтмейстер. Ты из тьмы идешь, значит, для тебя и серость прогресс. Половина дороги к свету. Но есть люди по своей природе светлые. Они, сколь бы жизнь ни испытывала, с доброго пути не сбиваются. А чего рожу морщишь? Яблоко кислое попалось. Не то слово. Вырви глаз. Бывает. Светлое, душистое, да незрелое. Но мы эдак полдня проспорим о пустом. А ты не с пустыми руками пожаловал. Почтмейстер хлопнул себя по лбу, причем тем самым кулаком, в котором сжимал письмо. Вышло комично, но не засмеялись. Чересчур грозно смотрел из депеша. С петербургским поездом, видишь, ты, курьер прибыл. Из отделения по охране общественного порядка, — скороговоркой произнес он. Привез вот печати козелных не меньше пяти. Внутри готов спорить на любой заклад, бумага гербовая. Что подозрительно, адресовано на прежнюю фамилию. Ты-то в Москве называешься Мармеладовым, а по документам с тех времен... Слова подействовали, словно ушат ледяной воды. Куда делись сонливость и медлительность? Обрывки конверта пали на сюртук, украшая его причудливыми эпалетами. Курьер сам порвался идти, требовал адрес, но я его приложил парой слов. Оставил водку пить с нашими вахлаками в конторе, а сам к тебе бегом. Мало ли, какие тучи нависли. По крайности, предупредить, чтобы успел того... Мармеладов проглатывал письмо, страницу за страницей, шевеля губами. Нет, это не то. Не волнуйся. Да ты садись, Митя, садись. Вцепился в ярко-желтые ласканы мундиры почтового ведомства и чуть ли не силой усадил гостя на жаккардовый диван. Потом перешел поближе к окошку, взобрался на подоконник. Угадал, бумага гербовая, дорогущая, но совсем ее не жалеет. Пишет размашисто, витиеватым языком, на десять слов, одно по существу. Кто не жалеет, кто? Закудахтал бравый почтмейстер, не переставая удивляться столь разительной перемене в настроении друга. — Порфирий, я тебе о следственных методах этого гения рассказывал. — Психологиес. Правда, в настоящее время он более известен как господин Н. Ушел из уголовного сыска в политический. Выявляет инакомыслящих. Сеет Петербург через мелкое сито. — Господи, а от нас-то ему что надо бно? Митя бессознательно произнес это «нас», но тут же обрадовался. Бросить друга в трудную минуту — последнее дело. Вместе отбывали сибирскую каторгу, пережили такое, что и вспоминать страшно. На свободу вышли в один день. Иные увидят в этом пустое совпадение, но он решил — это знак. И уговорил приятеля ехать в Москву, где благодаря старым полковым связям нашел себе доходное место по почтовому ведомству. А Мармеладов подвязался на литературном поприще. Стал критиком. Талантливым, заметим в скобках. Хотя и не в меру язвительным. Представь себе. Этот корифей сыска взывает о помощи. Слушай. И, не реагируя на отвисшую челюсть почтмейстера, принялся зачитывать. Продолжение следует...